Круглого стола Круглого стола Круглого стола Круглого стола таким куском или направлением, что сейчас надо говорить, и рассказать, какой мы выработали уже план работ, чтобы для того было понятно, что мы просто собрались тут поговорить. А у нас реально есть написанный план работ для того, чтобы вот это наше движение, совместное общественное движение или там громадская организация вместе с Харьковским воцельным университетом переросла в ближайшее время в какой-то психологическое реабилитационный центр. То есть задача стоит вот такая, чтобы выйти на серьезный такой уровень. Меня зовут Ирина Столярова, я практикующий психолог. И как у нас возникла с моей коллегой Натальей, это идея, наверное, для начала создать тренинг по информационно-психологической самооборотке. Просто понимали, что работая психологами, мы сами попадаем в эти состояния. Состояние депрессии, состояние отчаяния, безысходности. Но вот когда у меня на прием пошли люди с паническими страхами, то тогда уже как бы задумались, что мы же как-то выходим, значит мы можем помочь людям. Дело в том, что когда мы поняли, что нужна системная работа, и она должна выполняться достаточно срочно, быстро и достаточно большим количеством сил, мы попытались разработать такой стратегический план тех направлений, которые сейчас требуют максимальной психологической поддержки. Вот первое направление, мы его так называем информационное, как раз о нем немножко Ирина рассказала, это по сути работа с информационной безопасностью, только можно так сказать информационно-психологической безопасностью. То есть в рамках тренинга, в рамках того, что мы уже начали делать и делаем, это очень важная такая ступень, которая позволит научить достаточно большое количество людей основам защиты собственной психики от информационных воздействий, разнообразных. То есть в условиях информационной войны это сейчас очень актуально и очень необходимо делать. Поэтому мы оставляем вот этот блок как один из основных наших блоков и понимаем, что нам сейчас нужно запустить, и мы уже собственно запустили, уже одно занятие ребята прошли, это работа по подготовке тренеров и студентов-психологов, которые будут готовы на различных целевых группах продолжать работу с этим тренингом. То есть я думаю, что у нас все получится, и я думаю, что эта группа получится из хороших специалистов, которые смогут в дальнейшем продолжать эту работу. Вторая достаточно объемная часть работы – это непосредственно помощь военным, раненым, переселенцам вынужденным, то есть всем участникам вот той войны и конфликта, которые сейчас идут в Украине. Это будет тренинг, который мы будем проводить в основном для студентов, у них есть уже хорошая теоретическая база, это в основном студенты 4-5 курса, практики у них нет. Нам сейчас нужно для нашей работы и для жителей Украины люди профессионально подготовленные, которые с ними сумеют поговорить по душам. Основное, когда окружняются с нашими бойцами, кто туда приходит, или с переселенцами, мы хотим просто поговорить, выслушать их. Это могут сделать, я считаю, только психологи, когда они понимают. У нас получается так, что в основном проблема это у детей, многие дети до сих пор в состоянии стресса, также многие дети боятся даже выйти на улицу из своих комнат, плюс шум, а если они где-то находятся, где-то, не дай бог, большое вздобление людей, то бывает там тоже истерики, начинается у детей. Взрослые, которые находятся у нас в городке, надо вначале сказать, что у нас вообще в городке на данный момент 377 человек, из них 175, это дети. То есть больше половины городка, это дети. Да, многодетные семьи у нас в основном там проживают, и инвалиды, матери одиночки. И у всех свои проблемы, у всех их у нас очень-очень. И любые резкие звуки детей пугают очень сильно. То есть они, видно, что дети все время находятся в состоянии стресса, то есть они скованы, они тяжело общаться даже между друг другом. То есть обычно дети, они идут на контакт со взрослыми соседями. Эти дети, они практически, ну они контактны, но все равно тяжело, они закрыты, они как-то, да, все время как-то перед ними, чтобы как-то преградить вообще. И также взрослые. Взрослые все из-за страха, может, какого-то, и стресса, и обиды, и злость присущая, понимаете? Потому что лишились близких, лишились родного дома, то есть всего, чего ты наживал, все, ничего не стало. Тебя вырвали из твоего привычного среды обитания. Нет никакой надежды, допустим, на дальнейшее будущее. Вот впереди действительно стена. Без выходности, без исходности, очень, да, нет будущего. Вот это выпукающее. Потому что люди, почему наш городок называется «Надежда»? Вот Дмитрий предложил такое название, мы, в принципе, все его поддержали. Он, ну, вообще хорошие идеи, как у волонтера, и, как говорится, волонтеры, те, которые помогают, идут за ним. Я вот послушала вас, и понимаю, что, возможно, у нас еще не было быта, но в работе с детьми мы можем помочь, конечно же. Это даже вот игра, обычная игра с куклами, с игрушками. Все не успокоятся, вспомнят какие-нибудь стихотворения с детства, пусть расскажут, споют. Но они это любят, они это умеют. Ну, вот даже через эти вот простые вещи можно добиться успеха. Буквально пару слов хочу сказать, что мы когда вот предложили подготовку тренеров, первое, что мы сказали нашим психологам, что психологом можно стать только в одном случае. Когда у тебя работает сердце, когда у тебя оно открыто, потому что можно обладать большим количеством знаний, можно иметь массу академических степеней, должностей и так далее, и при этом от тебя люди будут убегать. А можно звезд с неба не хватать, но прийти, сказать два слова, улыбнуться, побыть рядом, подержать за руку, и происходит этот терапевтический эффект. Поэтому мы наших психологов готовим в этом русле. Всем тогда спасибо, что пришли, хотя мы ожидали, что будет у нас в плане гораздо большее количество людей. Ну, понимаем, что пришли тем, у кого болит, и кто хочет что-то вымешивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!